Один в парке имени Ленина, второй недалеко от стадиона Лабиринт. Оба спортобъекта связаны с вырубками. Это снова вызвало возмущение общественности. Градостроительный совет против, но вести диалог готов. А вот некоторые настроены радикальнее. Сооснователь Барнольского сообщества Гражданский совет парк и планетарий Юрий Красильников выступил с инициативой отправить краевого министра спорта в отставку. Какая разница под храм, под гостиницу, под университет или под спорткомплекс. Мы теряем безвозвратно уже деревья. Я так понял, что у человека нет понимания, чем живет народ, какие у него действительно потребности, какие у него ценности. Но раз этого не понимает, он должен уйти, я считаю. Но в самом Минспорте утверждают, что готовы слушать и идти на диалог. Само здание должно занять чуть больше 1% парка. 20 соток из 18 гектаров. Все хотим сделать лучше. И в том числе для этого и появляются спортивные объекты с сохранением по максимуму той среды, которая есть. Поэтому мы также открыты для всех общественников. Не знаю, в первую очередь, наверное, для жителей района и микрорайона. Вот как они хотят это видеть. А в Барнаульском зоопарке, близком соседи будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, уверены, что животных новый объект никак не потревожит. Сергей Писарев выступает даже за строительство. При условии, что парк вокруг объекта облагородят. Биологи уже дали заключение о том, что это сорняковое растение, которое просто-напросто является растением, которое губит природу просто-напросто. Никакие другие растения не растут. Я думаю, что когда будет составлен полный проект, то никто никому не помешает, а только выиграют. Потому что вот тот бардак, который там сегодня находится, а это действительно реально бардак. Многие уверены, что парк замусорен, деревья требуют замены. Но все же местные жители, которые здесь и гуляют, и занимаются спортом, смотрят на ситуацию чаще однозначно. Тут много летом отдыхают, с детьми приходят отдыхать. У нас объекты все застраивают платные в основном. Возможностей у людей социального типа не будет вообще нигде. То есть у нас для застройки мест хватает. Обкарнали уже практически Островска вот эту вот. Там заборы поставили с обоих сторон. Действительно, согласно документам, которые мы получили от представителей градостроительного совета, парк уже пострадал. Так он выглядел в планировочных границах 90-х годов. А вот современный вид. Уже появилась многоэтажная застройка, церковь. Вот земля под тот самый спорный объект. А вот земля уже размежованная под футбольный манеж. В Минспорте не подтвердили, что этот объект здесь появится. А что будет на этом месте? Зеленый парк или комплекс для юных спортсменов покажет время. А пока все стороны готовы к диалогу. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.